Всем привет! Я вам обещала показать видео про наши игрушки. Да, Алла мне будет помогать. Вот, это видео я обновляю, сейчас Алле год и три. Да собирай ты, господи! Вот так сделать надо. И игрушки немного изменились, я покажу самые любимые, потому что все смысла показывать нет. Ну вот, например, одна из любимых игрушек это отрывать обои. У нас во всей квартире вот так ободраны обои, а там где есть под подоконниками монтажная пена, она вот так подходит. Мы ее отгоняем, заклеиваем все это обратно и через день опять. Ну ладно, про игрушки. Первое, я хотела бы рассказать про вот эту пирамиду, от которой она сходит с ума. И от которой сошли с ума, как все мои соцсети, я не знаю, получила ну 20 точных вопросов про пирамидку. Пирамидка это... Алла! Что? Вот такая, она, наверное, 50 сантиметров. Что? У нее вот такие большие, получается, дутые колечки. Нам ее подарили дедушка с бабушкой. Продается у нас в городе, она в Рич Хэмили. Но на самом деле, кто рассмотрел на МВ, они там тоже есть, кто интересовался, если у вас нет Рич Хэмили. По-моему, она пирамидка, что-то из этой серии. Там они, я находила 50-60 сантиметров. То есть Алла 80, видите, она вот как раз 50-60. Да, потому что я сначала думала, ну, наверное, метр, а потом думала, какой метр? У меня ребенок-то не метр. Это про пирамидку. Красно, она играла весь Новый год. Вы видите, вот сейчас что происходит. Дальше. У нас есть вот такой набор уборщиков. Нам подарили тоже бабушка с дедушкой. Как видите, что от набора уборщика осталось. Тут по квартире еще совок, ведро. А вот это вот. Мечелочка мы подметаем. А вот в этой штуке она сюда запихивает игрушки и катает их. Потому что про каталки будет отдельная тема. И вот. Интересная вещь, если ребенку нравится. Единственная, ну, по качеству, видите, вот уже вот так отвалилась. Где-то есть вот так часть. Ладно, дальше. Дальше самое частое, про что у меня спрашивают. Это горка. Горка ведь я в ней не хочу. Сейчас я встану. Значит, горку мы наказывали на азоне. Она выглядит, вот она легкая. Она ее с легкостью таскает по всей квартире. Вот такие жирамочки. Мы ее купили, тоже бабушка с дедушкой дарили на год. Али год и три. Вот уже скоро будет год и четыре. Ну, как скоро, через две недели. Активно играет. Что она с ней делает? Раньше она просто каталась. Жопой, животом, всякое. Ее надо уже можно поднять. Она будет повыше. Здесь отверстие. Что она делает на сегодня? Помимо того, что она катается, катает игрушки. Вот там делает вот так. Теперь у нее новое увлечение. Она вот так встает на нее и вот так сбегает. Тук-тук-тук сбегает. Но в первый момент, когда я это увидела... Сейчас человек пройдет. Не прошла. А в первый момент, когда я это увидела, мне было очень страшно. Я боялась, что она упадет. Но это вроде страшно, потому что у нас уже не ребенок, а акробат. Вот эта вот беготня. Горка классная. Если позволяет место в квартире вашему ребенку 11-12 месяцев, прям вот классно. Прям советую. Вот пирамиду тоже. Прям вот берите. Вот если у вас такой ребенок как Ало, плюс-минус, огромная пирамида это то. Горка это то. Дальше. Дальше расскажу, наверное, про мелочь. И потом еще про крупная. Потому что там уже спрятаны подарки. Про мелочь. Это вот от набора уборщика. Всегда, всегда всем говорю, в любом учебном пособии будет мяч. Я думаю, что у всех есть мяч. Алла любит, обожает мяч-топчик. Мягкие. Подождите, с мягкими разберемся. Сейчас у нас в ход пошли кубики. У нас кубики вот такие с картинками есть. Можно составить вот так примерно. А есть кубики новые я купила. Они все мягкие. Знаете почему? Потому что я не хочу... Аллочка, иди сюда! Иди ко мне, моя кошечка! Потому что я не хочу наступить на твердый кубик. И мягкие кидать можно. Короче, очень удобно. Короче, я купила вот эти буквы. Кубики с буквами. Бабушка сказала, что если выйдут на сеть, то они с Аллочкой будут изучать буквы. И я в них верю. Я в себя не столько верю, как в них. Далее. Куксики. Куколки. Аллочке, я не помню, ей было на полгода. Дедушка купил такого маленького кубика. Ну, типа, что она маленькая, ей будет удобно. Но она им играет очень мало. А у меня в детстве. Ну, вот такой пупсик. Ему... Мне было три года, мама покупала. Значит, ему два кафе. Кофе вообще. Ложечки. Вот это любимый пупс Аллочки. Она его таскает. Она его вчера, я смотрю, соски поет. Вот целыми днями по квартире у нас этот пупсик вообще очень-очень любимый. Дальше. Я положила для примеров, потому что где все остальное, непонятно. Животные. Мы учим животных по вот таким животным. Видите, по реалистичным. Корова. Аллочка, как корова говорит? Правильно. Гусь как говорит? Как? Гусь как говорит? Гааа. А как говорит собачка? Собачка. Вот знаете, вот вообще, да, я хотела записать, какой у меня гениальный ребенок. Она отказывается. Вообще у нас есть лирическое отступление. Гусь появился. Собачка. Волк. Алл, кто еще? Ёжик как говорит? Ёжик. Как говорит собачка? Правильно, собачка. Что, курица? Курочка как говорит? Ка-ка-ка. Ка-ка-ка говорит курочка. Сколько у нас? Пять? Пять или шесть животных. Успех. Для меня самый главный успех этой гусь. Потому что с этим гусям я ее два месяца долбила. Она ничего не хотела долбить. Потом сказала. Дальше. У нас есть вот такая божья коровка. Я ее очень хотела. Мы ее купили, она с ней не играла. Но она начала с ней вот недавно играть. Божья коровка провалялась примерно месяца четыре. А в последние дни она с ней активно играет. Она тут нажимаешь на нее, она едет и поет. Еще она читает сказки и поет песни. Вот такой у нас есть кубик-соркер. Она тоже любит найти вот эти детали и пораскладывать. В конце про организацию скажу пространство. Потому что то, что сейчас у нас, это ужас. А так обычно у нее все накидано, и коровы, и пирамидки, все в этом кубике. На, держи. Хорошо она стала сейчас играть вот с этим музыкальным фланшетом. Тоже. Вообще со всеми музыкальными игрушками стала хорошо играть. Она их включает и танцует. Вот так делает. Я не буду демонстрировать, потому что я уже с животными обложила. Вот. Хрюня. Хрюня здесь не просто так. Хрюня может показать нам дальше, что будет с ним. Зюзя. Вот это Зюзя. Это как бы демонстрация мягких игрушек. Значит, что с Зюзей у нас? Я тут недавно спрятала от нее часть игрушек, а потом достала на Новый год. И, знаете, у ребенок подумала, что у нее новые игрушки. И так отлично играла в Зюзе. Но сейчас, конечно, я записываю видео, мы начнем с более коровкой игры. И так отлично она играла с игрушками, со спрятанными. Тихо. Я сейчас включу, подожди. Бассейн. Вообще любимая. Тоня его убирала, достала, все. Вот видите? Вот так примерно играет в бассейн на мой ребенок. Она в него залазит. Она вот так на себя его надевает и ходит по квартире. А кот бедный. Господи, у нас у кота нет запоров, потому что Алла его так пугает, что он сырется, как не знаю кто. Я не знаю. Лайф стайл. На самом деле, я еще и видео монтировать не умею, поэтому все в режиме реального времени. Дальше. Просто посмотрите, какая прекрасная игрушка. Стоил рублей 200 этот бассейн. Можно я дальше буду показывать? Коляски. Транспорт. Короче, у нас есть две коляски. Вообще, у нас три коляски. Еще вот такая маленькая бабушка. Вот эту мы дарили на день рождения. Но она, видите, такая красивая. Перезвините, пожалуйста, сюда. Она вот такая красивая. Вам видно? Вот так буду показывать. Она вот такая красивая. Она как бы праздничная для дня рождения. Я ее заказывала в детском мире. Она стоила 2 500. У меня еще была там скидка. Я ее купила за 2. Сейчас они по 3 500. Ну, красивая. Ну, что сказать. Красивая коляска. Она ее катает. Все. Но она ей немножко неудобнее. Видите, ручка высоковата, она еще маленькая. Аккуратно, Алла. Вот. Плюс у нас здесь еще есть постелька в эту колясочку. Не знаю уже где. А, вон свет на ней стоит. Видите, она вытаскивает почему-то эту постель. И в основном у нее здесь все спят. Она их сюда просто таскает поспать. А есть вот такая коляска. Купленная в фикс-прайсе за... Сейчас у меня будут некрасивые моби. Я подумала. Как это выключить? Вот. Вот такая коляска из фикс-прайса. Рублей 10.53. Она стоит. И тут пригождается хрюня. Потому что для таких маленьких игрушек это же идеальная коляска. Алла вообще обожает эту коляску. Катает ее целыми днями. Опять же, кот страдает. Потому что коляска почему-то всегда катится на этого бедного кота. Но коляска классная, удобная. Вот прям для малышей. И самое то... Вот ребенку самое то, вот такую можно купить коляску и не заморачиваться. Если родители хотят повыпендриваться, вот такую билетель. Выпендритесь. Вот я правда, мне очень много про нее пишут и спрашивают. Но единственное, что это ее надо помыть, потому что мало ли, что ее углаждало. Спасибо, это маячка. И еще одна игрушка. Сто раз просказывала она у нас давно. Это вот такое вольверковое рисование. Классный, классный. Рисует она мелками. В основном. Видите, все исчерпано. Другие мы раньше убирали. Сейчас оставили вот несколько штук. Я вот хотела бы еще что-то показать. Алла. И приспичала, естественно, сейчас рисовать. Да, понятно. Тут металлическая такая сторона. Сейчас я переверну. Наверное. Алла, сейчас страшно, страшно, страшно. Сейчас подождите, тут все будет. Алла, подвинься. Короче, Алла не двигается. Показываю вот так. Металлическая сторона. Я тут каким-то не таким маркером рисовала. И видите, оно не оттирается. Но я буду ацетоном тереть и все ототру. Ане нравятся вот эти штуки. Нравится рисовать. Еще есть магниты. Там магниты-пазлы и магниты-буковки. Тоже классно. И что еще? А, еще знаете, что ей нравится делать сейчас с этой доской? А, вот прям сейчас, да? Мать тут немножко сломала доску. Алла, сейчас сделаю все. Не кипишу, не кипишу. Сделала маму доску. А, теперь у нас новое увлечение. Она теперь налазит. То есть тут же как будто две ступеньки. Раз, два. Мисс Комментарий. Мисс Комментарий. Лазить по этой доске. Ну, короче, доска классная. Тоже, если кто-то хочет сделать подарок. Делайте, не пожалеете. Ребенку очень нравится. Я думаю, что она еще классно будет, когда мама сейчас с ней начнет буквы учить. Буквы она не говорит. Мама, мы будем учить буквы. Мне так это нравится. Из чего они их будут складывать? Из К, А, И, К. Я не могу. Ну, ладно. Может, она заговорит у меня через месяц. Вот. Вот что я рассказала про игрушки. Скажу честно, что это самый топ. Это те игрушки, которые можно подарить всегда ребенку. Или если у вас нет ребенка, вы пойдете кому-нибудь. Классно, да? Кстати, вот эта коляска еще в красивой коробке была. Прям в очень красивой коробке была коляска. Ее надо складывать. Там надо напрячь, чтобы ее собрать. А еще Алла, знаете, как с ней играет? Вот так переворачивает. И все. И у нас руль. Надо ей руль купить. И бывают вот такие рули. Надо ей его купить. Вот такая вот история про игрушки. Пишите в комментариях что-нибудь. Апсу поговорим. Всем спасибо. Пока.